Сегодня важный день. Карина и Полина собирают подарки для участниц девичника. Полина отвечает за креатив, Карина – организатор. Она же модель, визажист, предприниматель и уже несколько месяцев онкобольной. В 21 год ее нагнал детский по частоте проявлений рак – рабдомиосаркома. Началось все с отека носовой пазухи. Но даже на снимке опухоли не было видно, несмотря на то, что тогда она уже была большая и распространенная. Не было ее видно из-за сильнейшего отека. Мы были в панике, а она прям чувствовалась в ней какой-то такой вот стержень. Марина говорит, что дочери долго не ставили диагноз, а состояние ухудшалось. Мама отвезла Карину в московскую клинику и уже 4 месяца девушка проходит курсы химиотерапии. И даже при таком раскладе чувствует, что ей сопутствует удача. Мне везет. У меня не сильно падают показатели крови, потому что некоторые люди, они прям не могут и лежат в больницах. Им там делают переливания различные и так далее. То есть у меня с этим, слава богу, все в порядке. Она во всем ищет позитив. Не самый удачный опыт предпринимательства воспринимает как ценный. В ее школе до сих пор работает кофе-автомат, который она ставила в рамках урока. Два года Карина занимается макияжем и изучает психологию управления. Она как бы работала, Карина, в найме. Понимает, насколько это, да, такой своеобразный труд работать на кого-то, да. И в итоге они перешли вот именно к своему бизнесу. О своей жизни Карина рассказывает в социальных сетях. Не скрывает и болезнь. А в ответ получает поддержку словом и делом. Подписчики тоже помогали ей со сбором для поездки к израильским врачам. У нас нашли клетки нехорошие в легких, похожие на саркомы. То есть это равняется метастазам. Вот. И по второму ПТКТ у нас легкие чистые. Но прогнозы все равно такие, что нам сказали, вы же получаете химию, поэтому они ушли. Вот. Возможно, они могут вернуться. Поэтому родители просят неравнодушных не оставаться в стороне и поддержать их дочь. Денежные средства могут экстренно понадобиться. А пока девушка готовится к очередному курсу терапии. Я как будто вышла немного на другой уровень жизни. Это когда ты реально понимаешь ее цену. И ты уже не растрачиваешься на какие-то пустяки. То есть то, что раньше казалось невероятной проблемой, сейчас вообще я могу на это не обратить внимания, потому что это реально решаемо. Все в наших руках. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.